Так, ну что, мы пишем? Александр, Александр... Оглох? Нет. Я старый слишком, я даже не услышал ничего. Саша? Да. Потише. Я тише. Красава. Задам тебе вопрос, который задал Андрею буквально пару часов назад. Что происходит? Можно конкретнее вспомнить? Что будем делать дальше? Что мы будем делать дальше? Да. Значит, у нас немного пострадала подготовка перед Дремлигой. Так. Из-за этого мы приехали со стратегиями, которые у нас были на квалификацию к эпицентру. Потому что, очевидно, были какие-то наработки у людей. Но использовать их в официальных играх глупо, потому что их нужно сначала тащить на КВ. Так. Мы не успели ничего тащить на КВ. Ну, к нам легко было готовиться. Поэтому турнир мы немного провалили. Немного? Ну, много. Ну, много опыта очень мы получили от этих игр. Не всегда же играешь с соперниками такого уровня. То есть понятно, как они двигаются. Понятно, что много над чем надо работать. То есть это не только относится к стратегиям, которые у нас не были готовы. Это относится еще к тому, что мы вообще сами, как команда, плохо передвигаемся. И совершаем очень много ошибок, которые те же секреты не совершают. К эпицентру. Какой у тебя прогноз по всем параметрам? Подготовка, выступление, вообще настрой команды? Ну, как я понимаю, до эпицентра у нас будет буткемп. И в любом случае мы сейчас все готовы играть намного усерднее, чем раньше. Тысячу раз. Потому что поражение всегда закаляет. И хочется отомстить. Не хочется проигрывать. Поражение очень сильно расстраивает. Поэтому мы будем готовиться в 20 раз больше. После поражения ты видишь, в чем ты плох. Ты начинаешь эти моменты исправлять. Начинаешь что-то придумывать. То есть у всех больше становится мотивации, прибавляется. Все начинают предлагать что-то новое. То есть и по пикам мы уже знаем, что мы будем менять. И как мы будем двигаться. И как распределять фарм. В теории мы уже знаем вектор нашего развития. И если будет долгий продуктивный буткемп, то я считаю, что мы будем абсолютно готовы к эпицентру. Хорошо. Я так понимаю, и ты говорил сам, что StarLadder недавний в Шанхае. Был твой первый LAN такой вот. Может быть, это был первый LAN вообще? Ну, второй LAN. Один там был в Москве, но он такой был совсем андеграмм. Ну, грубо говоря, это был первый такой более-менее серьезный LAN для тебя, как для игрока. Получается, что DreamLiga второй. Сравни себя до первого LAN в Шанхае и сейчас. До первого LAN я был намного увереннее в своих силах. Я считал, что более-менее я понимаю, как играть в Dota. Но на самом деле, когда мы столкнулись с Ньюби и Минески, я уже сразу же понял, что я не умею играть в Dota. Ну, то есть игра в матчмейкинге, игра с командами СНГ и другими командами абсолютно отличается с тем, когда ты играешь на LAN против тир-1 команд, которые там практически не показываются на карте. То есть у них оточены стратегии, они каждый понимают, что нужно делать. То есть когда я играл в предыдущих своих командах, играли на меня. Сейчас у нас полностью команда играет на FN. Если герой, который выигрывает игру, он будет в руках на FN. Мы будем все создавать для него пространство и ситуацию для того, чтобы он мог выиграть. Эта роль для меня новая, поэтому я ее пытаюсь освоить. Она на самом деле очень сложная. Мало игроков в мире играет на подобной роли. Может быть, это неправильно, может быть так, но мы решили, пришли к выводу, что нам так комфортно играть. Может быть, мы сейчас что-то будем менять. Когда ты чему-то новому обучаешься, у тебя нету почвы для того, чтобы быть уверенным в том, что ты будешь хорошо играть. И у меня не было уверенности, с чего я должен играть против тир-1 команд. Ну, то есть, как бы, немного все-таки волновался. Но, грубо говоря, из-за того, что я изменился, я очень много опыта получил и пытаюсь его сейчас использовать. Огромное количество опыта, его нужно как-то переживать. Ты выбрал себе позицию кэри? Я не выбрал. Жизнь выбрала? Жизнь выбрала. Хорошо. Корр, я бы сказал. Как следствие, ты наблюдаешь за игроками свои позиции, наверное, очень часто. Да, конечно. Выдели, пожалуйста, игрока или игроков, за которыми вот прям ты пристально смотришь, отсматриваешь реплей, учишься, изучаешь движение там по карте, фарм, не фарм. Вообще, логику игры. Ну, первый это Рамзес. Я считаю, что он очень круто читает карту и вообще он лучший на своей позиции сейчас в мире. Что и доказывает то, что они выиграли два межора подряд. Я смотрю за Мирклом. Очень тоже много, как он играет. Эйс из Сикрет. А я две? Я просто увидел его в двери и вспомнил. Тоже, конечно. Посматриваешь? Конечно, посмотрим. Ну, на самом деле, я за всем слежу по чуть-чуть. Ну, просто смотрю, если какая-то команда доминирует, сейчас, например, доминирует ВП, там Сикреты, то вот именно их керри я пытаюсь понять. Хорошо, вот смотри, такая сейчас ситуация сложилась в комьюнити и вообще в СНГ Доте, когда миксы и стаки, такие вот, которые изначально многими воспринимаются как однодневные. Fight a Man. Но не только. Обыгрывают команды с устоявшимися составами и, ну, хотя бы с костяковым составом, да, у которых есть буткемпы, подготовки, там, планы, куча людей, обслуживающих состав. И вот я имею в виду Flight to Moon, да, вот ты уже упомянул потом сложный Мемас, Мегалада. Вот такие команды просто берут и обыгрывают Империю, Na'Vi, ну, вот, Вегу и все команды, которые уже, в принципе, более что-то показывают. С чем ты это связываешь вообще? Что происходит? Ну, насчет Flight to Moon я не считаю, что у них чего-то не хватает. Они имеют тренера и, как бы, они тоже, как бы... Как-то у них тренер-то и не пустят. Так. Хороший парень. Работал с ним в 19-м, он был нас тренером. Вот. Они имеют тренера, они, как бы, все профессиональные игроки, и, как бы, у них нет никаких проблем с тем, как у новичков. Если взять определенную ту же команду сложный Мемас, то ребята играют на очень сильной мотивации. То есть не всегда ты можешь поддерживать мотивацию в профессиональной какой-то команде. Вот если ты сидишь, например, ну... Ну, в любом случае ты посредственно относишься к каким-то коллективам. То есть если ты, например, сидишь, выигрываешь команды одним и тем же, то тебе нечего, не надо это менять. А потом ты просто натыкаешься на ребят, которые очень сильно к тебе подготовились, и играют в свою игру, которая против тебя, например... Ну, тебе неудобно против них играть. Так это, извините, я перебиваю, это проблема вот этих устоявшихся команд или все-таки сила вот этих всех мотивированных голодных ребят? Ну... Что здесь больше определяет? Я думаю, больше сила, но они, как бы, на дистанции чаще всего не показывают того результата, который показывают устоявшиеся команды. Но есть еще проблема в том, что если мы, например, берем тот же микс Light to Moon или сложный MIMAS, то там игроки тоже не первый год играют в Dota. Это просто, да, это микс, но там игроки, как бы, играют огромное количество времени в игру, и они просто голодны до побед больше, чем Na'Vi, и получается, что, ну, то есть, как бы, игроки-то не хуже выходят. Просто они менее опытны, может быть, там, в каком-то компетенции, там, на LAN не ездили. Но, как бы, игроки те же самые, они все играют по несколько, там, по огромное количество времени. Субтитры создавал DimaTorzok